Девушки отдыхают Танки и пользовательские прицелы для бронетехники Поехали! Французская боевая авиация считалась одной из лучших в мире еще в Первую мировую Однако французы продолжили совершенствовать свою воздушную армию и в 30-е годы 20-го века Истребитель Девуатин Д-501 Едва ли не самый быстрый серийный самолет того времени Был единственным в мире серийным монопланом с мотор-пушкой Другой истребитель фирмы Девуатин Д-371 Во время гражданской войны в Испании сражался с немецкими миссершмиттами За штурвалами которых сидели будущие асы Люфтваффе В нашем магазине есть специальная версия этого самолета с усиленным вооружением Она также дает ранний доступ к закрытому тестированию французской авиации Невероятная маневренность и две 20-мм пушки уже на первом ранге Это очень красивый и послушный в управлении премиумный истребитель Желанный трофей в любой коллекции Очень необычными были довоенные бомбардировщики Франции Чего стоит неспешный, но грозный Форман Ф-222 С четырьмя двигателями, объединенными в пары Два двигателя тянущие, а два толкающие Вдобавок три пулеметные турели И главное, более двух тонн бомбовой нагрузки В том числе вариант из 52 бомб по 50 килограммов Неплохое начало для ветки бомбардировщиков Двухмоторные ударные истребители и фронтовые бомбардировщики фирмы ПОТЭ 630 серии Одними из первых встали на защиту Франции во время немецкого вторжения Модификация ПОТЭ П-631 станет в War Thunder почти идеальным штурмовиком начальных рангов Две пушки, шесть курсовых пулеметов и один защитный Возможность подвески бомб и неплохая скорость Прекрасный набор для штурмовки легко бронированных целей и сражений с вражескими истребителями Во время Второй мировой французские боевые самолеты соперничали с лучшими экземплярами боевой авиации других стран Корпус истребителя Arsenal WG-33 сделан из фанеры Однако модель выдерживает огромные нагрузки И развивает в пикировании скорость свыше 800 км в час без повреждений конструкции Отличный самолет для бум-зума, для атак с большой высоты Мы также представляем целую серию одномоторных истребителей фирмы Marcel Bloch Лучший из них называется MB-157 Это высотный перехватчик с самым мощным в серии мотором и лучшими скоростными характеристиками А знакомый всем пилотам War Thunder Devuatin D-520 Ловкий и опасный истребитель младших рангов Теперь занимает свое законное место в линейке исследования французских ВВС Французская авиация сохранила самобытность и после окончания войны Истребитель Arsenal WB-10, работу над которым начали еще в военное время Имеет два двигателя и два соосных винта Этот внушительных размеров высотный истребитель Отличается мощнейшим вооружением из четырех двадцати миллиметровых пушек И шести крупнокалиберных пулеметов Еще один удивительный самолет с аосными винтами СО-8000 Narval Этот премиумный ударный истребитель четвертого ранга Тоже можно приобрести в нашем онлайн-магазине В составе набора раннего доступа к тестированию французской авиации Шесть пушек, восемь ракет и премиумный статус этой машины Позволят вам неплохо зарабатывать в случайных боях А также значительно быстрее изучать любой самолет французской линейки Хорошие новости для любителей реактивов Французские реактивные самолеты станут одними из лучших в игре Бомбардировщик СО-40-50 «Ватур» разгоняется до скорости свыше тысячи километров в час При этом имеет целых девятнадцать комбинаций ракетно-бомбового вооружения Для поражения любых наземных целей А для борьбы с другими самолетами «Ватур» оснащен четырьмя тяжелыми 30-мм пушками С весом секундного залпа более 20 килограммов Топовый реактивный истребитель МД-452 «Мистер» Прямой конкурент «Мигом» и «Сейбром» Он представлен в двух модификациях, которые отличаются вооружением Четыре скорострельные 20-мм пушки Или пара мощных 30-мм Для уверенного поражения крупных целей Вы можете сказать У французских самолётов, конечно, отлично А что для танкистов? В обновлении 1.73 мы рады представить вам первые итальянские танки Которые откроют доступ к смешанным боям с участием техники Италии Встречайте! Пезанте Пет-40 Средний танк периода Второй мировой войны Вооружённый противотанковой 75-мм пушкой Это по-настоящему уникальная модель Потому что танк создали наши игроки По программе участия в прибыли Вот уж действительно! От игроков для игроков Для боёв на старших рангах Мы подготовили для вас Итальянский першинг М-26 Из 132-й бронедивизии «Арьете» Итальянец американского происхождения Отличается внешним видом И набором предустановленных декалей Оба танка премиумные Их уже можно заказать в нашем магазине Это, разумеется, только начало В будущем мы планируем порадовать вас Полноценным деревом исследования Наземных сил Италии Следите за новостями! Кроме того, мы продолжаем наполнять 6-й ранг бронетехники У советской БМП-1 появилась модификация, Которая улучшает машину до версии БМП-1П С более совершенной ПТУР И дымовыми гранатомётами А немецкие танкисты получили топовый Беглайт Панцер 57 Вооружённый скорострельной 57-мм пушкой И противотанковыми управляемыми ракетами Есть ещё одна отличная новость для всех танкистов Мы разработали систему кастомизации прицельных сеток Для всей бронетехники в игре Теперь вы сами можете создавать удобные Или исторически достоверные прицельные сетки И делиться ими с другими игроками На портале live.wartunder.com Ищите подробные инструкции по настройке на нашем сайте Итак, добро пожаловать в обновление War Thunder 1 73 Vive la France И начало тестирования французских самолётов в игре Читайте полный список изменений по ссылке в описании Подписывайтесь на наш канал И следите за новостями в социальных сетях Увидимся в бою! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 That was totally awesome! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok